Денис Попович, военный обозреватель, с нами на связи. Денис, здравствуйте, рада вам в эфире Фридом. Здравствуйте. Добрый вечер. Я бы вернулся к информации, которую опубликовала вот недавно заместитель министра обороны Украины Анна Малер. Еще раз напомню, вооруженные силы Украины взяли под контроль основные господствующие высоты вокруг Бахмута, это небольшой город Донецкой области. Как вот такая победа, небольшая, но все же, давайте так, которая дается довольно сложно, меняет ситуацию в городе для российско-оккупационных войск? Российско-оккупационные войска оказываются под треневым контролем украинской армии и, по большому счету, их положение будет крайне сложным. То есть им нужно будет принимать решение, там дальше держать оборону или отступать. Подозреваю, что они будут дальше держать оборону, потому что для них Бахмут был призом и потеря Бахмута для российской армии, отступление оттуда и, соответственно, освобождение этого города. Украинская армия для российской стороны очень серьезная военно-политическая, информационная, психологическая поражение. Потому что мы с вами давайте вспомним, какое они значение придавали захвату этого города и как они там пытались информационно продвинуть эту историю, еще когда к Привожину было совсем другое отношение. Он, как мы помним, заявил, что ЧВК Вагнер контролирует город полностью, был 20 мая. Никогда они полностью его не контролируют, но, тем не менее, такое заявление из-за УЛС прозвучало. Частная военная компания Вагнер, еще раз спасибо, что вспомнили об этом, достаточно давно уже вышла с территории Бахмута. Можем ли мы сейчас сказать, находятся, кстати, на территории Бахмута, если мне память не изменяет, такие группировки, как Шторм-Зет, тоже собранные из людей, ранее пребывавших в местах не столь отдаленных, представители Барса, ну и контрактники, представители, собственно, армии Российской Федерации. Получается, правильно ли, если понимаю, что без частной военной компании Вагнер, вот в таком поле боя, не на юге Украины, где все перекопано окопами, на таком месте российские войска не могут воевать? Как правильно оценить тогда вот нынешнее состояние российской группировки войск на Бахмутском направлении? Ну, по свидетельствам людей, которые воюют непосредственно там, действительно можно говорить о том, что ЧВК Вагнер. Ну, она получше, чем регулярно российская армия, по разным причинам, но получше. Ну, мы можем, как бы, вспомнить, как вообще строится деятельность ЧВК Вагнер, там есть люди, которые атакуют мясо, есть там люди очень опытные, которые, значит, используются точечно для разных вещей, есть там люди, которые непосредственно строят укрепление, там у них есть разделение обязанностей у вагнеровцев. Но в целом, в целом они воюют получше регулярно российской армии, и, в общем-то, как бы мы видим это по результатам нынешних боев. Я ни в коем случае здесь не хочу, там, чтобы на меня обиделись украинские защитники, наши бойцы. Я всего лишь навсего характеризую сравнению российской армии, и, да, здесь ни в коей мере не умаляются заслуги наших войск, которые сейчас на сегодняшний день отбивают город из рук оккупантов. Вот вагнеровцы, экс-вагнеровцы, которые планируют подписать контракт с регулярной российской армией, предположительно, можем ли мы себе представить, их все-таки отправят на то же Бахмутское направление, там, где необходимо, вероятно, укрепление регулярной российской армии, или все-таки будут перенаправляться на другие направления, имеем ли мы представление? Ну, мы не можем иметь представление, что с ним будет дальше. Во-первых, мы не можем иметь представление в принципе, потому что подобные решения принимаем не мы, а принимают те, кто будут их туда направлять. А во-вторых, мы не понимаем, в каком количестве экс-вагнеровцы подпишут соответствующие контракты с Министерством обороны. Сколько таких людей согласятся подписать контракты с Минобороны, и потом, в каких подразделениях они будут воевать. Есть, в общем-то, обоснованное мнение, которое заключается в том, что вагнеровцы под руководством Пригожина, и вагнеровцы, условно говоря, под руководством Шойгу, это будут, как говорят в Одессе, две большие разницы. Направление. Одной из самых главных задач вооруженных сил Российской Федерации, армии оккупантов, это сохранение позиций на передовой, естественно, и попытка защитить свои тылы, дабы логистика работала, дабы оставалась возможность подвоза боеприпасов, ну и многого-многого другого. Исходя из нынешних продвижений вооруженных сил Украины на южном направлении, в целом, по сообщению представителей Генерального штаба вооруженных сил Украины, более 130 квадратных километров. Денис, можете меня исправить, если я не прав. Уже было освобождено сначала контрнаступательных действий, не контрнаступление. Ныне удается ли российско-оккупационным войскам, а, сохранить свою логистику и выдерживать, скажем так, эту же логистику и процесс подвоза во время, когда тылы обстреливаются высокоточным вооружением, ну а непосредственно на линии обороны наступают вооруженные силы Украины? Ну, тылы обстреливаются, логистику им поддерживать сложно, потому что каждый такой обстрел вносит удар по этой логистике. Мы понимаем, куда они направлены, то есть постоянная обовона, постоянное поражение скопления войск, и в том числе на запорожском направлении, постоянное поражение идет штабов и так далее. Опять же, обстрелы логистических маршрутов, подрывы железнодорог и так далее. То есть все это не может не сказаться на системе подвоза и боеприпасов, горючих смазочных материалов, продовольствия и равно так же эвакуация раненых, все это, безусловно, сказывается. Но пока на сегодняшний день тот, скажем так, совокупный кумулятивный эффект, который, в общем-то, мог бы привести, условно говоря, к совершению жеста доброй воли российскими войсками на определенных направлениях, он пока не наступил. И я хотела бы с вами еще поговорить о том, насколько, знаете, несколько тревожный тихий июль выдался. С одной стороны, конечно же, прекрасно жить без таких массированных обстрелов, которые были в июне, вот еще буквально в конце мая. Но вместе с тем, ведь такое-то тишие может свидетельствовать о том, что, возможно, россияне накапливают просто определенные ресурсы для того, чтобы совершить все-таки более массовые ракетные обстрелы. Насколько высокая такая вероятность, и есть ли им что накапливать? Ну, знаете, давайте порадуемся тому, что мы с вами можем насладиться спокойным тихим июлем, без обстрелов и без воздушных тревог. Здесь, как бы, хотелось бы жить одним днем и не планировать, что будет в дальнейшем. Почему? Потому что в дальнейшем, однозначно, скорее всего, будут какие-то бомбардировки. Почему? Как бы, есть мнение, что невозможно уже в дни саммита НАТО, то есть 11-12 июля. Я не провожу здесь параллели, они могут быть, а могут и не быть, на самом деле. Почему? Потому что, как бы, это принимает решение тем, кто это организовывает. Однако, безусловно, тот факт, что они, этих бомбардировок сейчас нет, он дает возможность, этот перерыв, дает возможность российским войскам накапливать ракеты, которые они могут потом в будущем использовать для нанесения более или менее массированных ударов по территории Украины. Я уже говорил, что примерно скорость изготовления ракет различных номенклатур от 2 до 5 единиц в сутки. Очень исключено, что она могла и увеличиться, на самом деле. Почему? Потому что мы знаем, что комплектующие к этим ракетам, они поставляются, к большому осуждению, в обход санкций по параллельным, по серым схемам. Поэтому полностью заблокировать производство тех ракет не получается. Ну и мы можем с вами посчитать. Последний обстрел у нас имел место как раз накануне мятежа Пригожина, то есть 24 июня, в ночь 24 июня. Сейчас у нас 10 июля, но, скажем так, сохраняя темп 2-5 ракет в сутки, мы можем посчитать, сколько примерно россияне могли бы наклепать своих ракет вот за этот промежуток времени. Так клепают эти ракеты все так же для обстрела мирных городов или все-таки для того, чтобы использовать их на фронте? Насколько действительно велик этот ресурс в измерении и конкретном применении на поле боя? Ну, крылатые ракеты Х-555 и Х-101, они используются по стационарным целям. То есть, безусловно, какие-то объекты, которые находятся в Тулу. Чаще всего мы понимаем, что это мирные, инфраструктурные объекты, которые относятся к гражданскому сектору. Россияне там утверждают, что какие-то военные цели, но так иначе это объекты, которые находятся в Тулу. Нецелесообразно использовать крылатые ракеты, учитывая, скажем так, дальность их прилета, время их подлета к цели на территорию Украины, нецелесообразно их использовать для мобильных целей близко к линии боевого соприкосновения. Поэтому, очевидно, все это будет использоваться по целям, по объектам в Тулу, в мирных городах Украины. Не так давно, днями, группа информационное сопротивление, это украинская группа, представила количество военных Российской Федерации, которые находятся вблизи границы с Черниговской, Сумской и Харьковской областями. Представил ее как раз представитель информационного сопротивления Константин Машовец. Если коротко, российская группировка вдоль этой границы имеет вот такие данные. Личный состав, 26 525 представителей оккупационных войск, танки 134 единицы, боевые бронированные машины 392 единицы, ствольная артиллерия 488 единиц, реактивные системы залпового огня 46 единиц. Несколько аспектов по этой теме. Может ли такая группировка угрожать крупным городам, в принципе, городам Украины, на границе с Российской Федерацией в районе Черниговской, Сумской и Харьковской областей? Крупным городам нет, их крайне мало, 26 тысяч. Тем более, что они, так сказать, размазаны по этому участку границы. А вот для того, чтобы вообще-то тактические действия на границе, то есть удерживать напряжение те силы, которые мы там держим как реакцию на присутствие этих войск, мешать там перебрасывать резервы, мешать своим присутствием перебрасывать там резервы на те направления, которые показались бы нам перспективными, да, то купировка вполне в состоянии. Другой аспект. Российские военкоры, так называемые, все чаще пишут о том, тот же господин Сладков, потому что якобы украинская власть пытается эвакуировать жителей Сумской области, в том числе, сегодня была об этом новость, якобы потому, что боятся наступления, и не могут украинские власти защитить граждан Украины, которые проживают и в целом Сумской области на границе с Российской Федерацией, и даже в самих Сумах. Иногда даже речь заходит о Харькове, главном городе Харьковской области. Ваши тезисы, Денис? Сладков пытается посеять панику, его заявление, если он делит даже не на 10, а на 100, это его задача, этих товарищ, попытаться посеять панику и устроить, значит, информационную сумму для того, чтобы, в общем-то, наши люди начинали бояться. Безусловно, было заявление Сергея Наева, командующего Объединенными Силами, о том, что рекомендация была жителям Сумской области, переграничных регионов по возможности эвакуироваться. Но она не была обусловлена тем, что украинская армия не способна защитить этих людей в случае пересечения границ на этих направлениях. Она обусловлена тем, что российская армия ведет обстрелы этих территорий, ствольной артиллерии, то есть реактивной системы залпового огня используют против них корректируемые авиабомбы, а никакая система ПВО не способна защитить против артиллерийского огня. И в связи с этим людей призывали эвакуироваться для того, чтобы не подвергать свою жизнь опасности. То есть именно поэтому, не потому что украинская армия расписывается своей неспособностью защитить этих людей, в том случае, если россияне попробуют совершить какие-то тактические действия, местами перетести через границу и так далее. Чем аргументируют подобные действия украинских властей, по крайней мере, вот эту альтернативную картинку, которую пытаются нарисовать российские пропагандисты, что российская группировка войск, находящаяся на границе северной с Украиной, будет действовать в случае, если российская группировка войск на юге Украины провалится полностью. То есть такой вот ответ за деоккупацию украинских территорий на юге страны. 26 тысяч человек, ну как, ну, что она может сделать, на каких направлениях? Ну, попытаться, по крайней мере, говорит господин Сладков. Давайте вспомним, сколько вагнеровцы, условно говоря, там, 7 без от 80 тысяч по разным оценкам атаковали Бахмут. С октября прошлого года, да где с октября? С лета прошлого года они атаковали Бахмута, сейчас они откатываются назад. А мы говорим о группировке 26 тысяч человек, 27, там, с танками, с артиллериями, которая размещена по периметру областей российских, сопредельными с нашими приграничными областями. Субская, Харьковская, Черниговская области и так далее. Еще раз повторяю, тактические действия, связанные там с переходами через границу в определенных направлениях, там, беспокоящими, будоражащими, да, отвлечение нашего внимания своим присутствием, потому что мы будем обязаны держать войска, вкульт-скоро там российская армия есть за границей, да, на той стороне, да. Да, обстрелы постоянные, террористические, так сказать, артиллерийские, авиационные, да. Диверсионная деятельность, да. Но какие-то крупные операции, там, связанные с захватом Харькова, там, Сум, Чернигово, а тем более, там, походом на Киев, ну, на сегодняшний день такого количества недостаточно. И еще один аспект – это темпы украинских контрнаступательных действий. В целом, в конце июня Анна Малер, заместитель главы министра обороны Украины, сообщал о больше 130 квадратных километрах освобожденных территорий на юге страны. Тем не менее, несмотря на официальные заявления представителей официальных ведомств, некоторые западные СМИ, и, естественно, эти мысли пытаются, простите, растягивать все те же российские военкоры, так вот, пишут о том, что якобы контрнаступление украинское продвигается недостаточно быстро. Присутствует определенный аспект, наверное, голливудизации украинского контрнаступления, ну, да ладно, оставим это на совести западных журналистов, которые, возможно, описывая ситуацию на фронте, ни разу на фронте не были. Тем не менее, подобные тезисы, они довольно часто звучат в российской пропаганде, что, а, видите, украинское контрнаступление продвигается слишком медленно, потому что, ну, во-первых, российская армия всех сильнее, это вообще константа, мы ее не обсуждаем. Ну, а, во-вторых, украинские силы недостаточно готовы были к тем линиям обороны, которые смогли выстоять российско-оккупационные войска. Сейчас вопросов, к сожалению, не услышал. Были проблемы со связью. Что именно, Денис? Это просто тезис. Тема очень важна о, собственно, продвижении украинского контрнаступления. Звучит два тезиса у российских журналистов военных, так называемых. В-первых, российская армия непобедима, поэтому, в принципе, украинское контрнаступление продвигается настолько медленно, пишут так, по крайней мере. Второй же тезис о том, что украинская армия не настолько подготовлена, чтобы проводить контрнаступательные действия широкого масштаба. Ну, это из серии цитирует господина Сладкова, да, которая там своими заявлениями сеет панику и говорит о том, что украинская армия не способна защитить Сумскую и Черниговскую область. Это их задача, принижать, в общем-то, возможности украинской армии и заявлять о том, что российская армия там супер подготовилась к этому наступлению. Давайте не будем отрисовать очевидного, да, Россия подготовилась к украинскому наступлению на юге, на юге страны, нашей страны. Вырыла окопы, построила линии обороны, достаточно их серьезно обеспечила, постаралась максимально, сколько они вообще могут сделать, нацветить их войсками, с ими войсками, ожидая, что мы нанесем там удар. То есть, да, это было ожидаемо, больше того, эта история подогревалась на протяжении последних нескольких месяцев, потому что мы это будем контрнаступать, анализировали там, каких целей мы достигнем, как скоро мы подойдем к административным границам купированного Крыма и так далее, и тому подобное. Безусловно, это все сыграло свою роль, то есть, многие ожидали, что прорыв будет таким же сокрушительным, как это случилось в прошлом году в Харьковской области, что фронт России искали моментально осыпется, но да, безусловно, нам бы всем этого хотелось, чтобы уже вот сейчас мы вышли к Бердянску, перекрыли коридор сухопутный Крыму и так далее. Но этого не получилось, почему? Потому что действительно оборона там была построена на совесть, и сейчас мы вынуждены, сейчас мы вынуждены заниматься тем, чтобы таки вот медленно и упорно, но верно ее прогрызать. Мы там продвигаемся, мы там продвигаемся, возможно, не так быстро, как всем нам хотелось, будем продвигаемся. Сейчас самое главное нам найти там слабое место, и после того, как это произойдет, мы там сможем нанести главный удар тебе войсками, которые мы специально для этого подготовили. Когда мы найдем слабое место, большой вопрос, может найдем его через два дня, может быть завтра, может через неделю, может через несколько недель. Здесь не нужно капать на мозги нашему командованию. Они понимают, что они делают. В условиях отсутствия господства в воздухе, к большому сожалению, если бы у нас было господство в воздухе, мы могли бы разобрать эти линии обороны побыстрее. А в условиях отсутствия этого господства нам необходимо изыскивать другие возможности для того, чтобы проходить эти минные поля, захватывать позиции, оттягивать на себя резервы, уничтожать артиллерию, уничтожать ПВО, пытаться сбывать армейскую авиацию противника, которую он достаточно эффективно пытается использовать и так далее. То есть, ну вот такая вот ситуация, там нужно потерпеть. Благодарим вас, Денис, за то, что вы к нам присоединились. До новых встреч в наших прямых эфирах, конечно же. Напомню зрителям, что с нами на связи был Денис Попович, военный позреватель.